22 июня одна из самых печальных дат в отечественной истории. Дата, которая стала прологом потерь миллионов советских граждан, прологом разрушения сотен советских городов и деревень, чудовищных зверств, чинимым нацистскими преступниками в отношении мирного населения, прологом гитлеровского плана по превращению целых народов в жертв нацистской кровавой идеологии. Самую большую утрату понес советский народ, 27 миллионов человек. Конечно, возможно, все, построить города, все, что угодно, но воскресить 27 миллионов человек, конечно, это нельзя. И мы обязаны помнить о тех непростых временах, мы обязаны эту память передавать будущему поколению, для того, чтобы не повторились те страшные события, которые произошли в 1941 году. Николаю Федоровичу Ефремову было 10 лет, когда весть о войне пришла в их деревню. Хотя и был совсем мальчишкой, говорит наш герой, понял, война – это большая беда. Отец у меня ушел на фаранг, который воевал Первую мировую, Гражданскую и Вторую мировую. Вернулся? Вернулся, солдатом воевал. Три войны. Среди тех, кто возлагал цветы к Вечному огню, были учащиеся Видновской школой номер 4. И хотя ребятам от силы 8-9 лет они уже знают, почему сегодня пришли сюда. С 1941 года в 4 часа утра началась война, 22 июня. В день, когда началась война, люди не ожидали, что немцы напали специально рано с утра, когда все отдыхали. Светом благодатной памяти, светом нашей любви, светом нашей скорби, пусть озарятся имена павших, тех, кто ценой своей жизни подарил нам чистое небо сегодняшнего дня. Татьяна Брылова, Алексей Иванов, Анастасия Нарухонова, Видное ТВ. Музыка. Музыка.